Июнь на исходе, а погода жителей края пока не очень радует и к купанию не располагает. Тем не менее, из информации официального сайта региона известно, что уже 32 пляжа на Алтае готовы к работе. Какие требования должны быть соблюдены, чтобы пляжи открылись? Какой температуры должна быть вода для купания? Где загорать и плавать все еще нельзя? Не только об этом поговорим сегодня. Со старшим государственным инспектором по маломерным судам, руководителем группы технического надзора ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» Николаем Шпетом. Здравствуйте, Николай Андреевич, рада вас видеть. На городском Барнаульском пляже на острове Помаскин загорать можно было еще на прошлой неделе. Правда, у нас съемочная группа ездила и желающих принять солнечные ванны там не заметила. Открытие переносили из-за погоды. Сейчас он уже официально открыт и можно ли там купаться, например? Да, сейчас этот пляж открыт официально, буквально на той неделе он открылся. Но, к сожалению, погода неблагоприятствует, поэтому отдыхающих мало. Но я думаю, температура повысится и, естественно, пойдут отдыхающие туда. А на прошлой неделе там еще вода была не готова, да? То есть какие-то... Нет, тут там еще велись подготовительные работы, поэтому он еще не готов был к приему. Вот они все закончили и на той неделе мы его приняли. То есть там официально уже можно не только загорать, но и купаться? Да, конечно. А какие требования должно, ну вообще, да, не только руководство пляжа, допустим, по Маске, на любое руководство пляжа соблюсти, чтобы вы дали разрешение на его открытие? Ну, основные требования, это, во-первых, в обязательном порядке должен быть матрос-спасатель, то есть обученный матрос-спасатель, это во-первых. Во-вторых, значит, если есть там вышки для ныряния, там мостики и так далее, они должны быть испытаны, должны акты быть у представителей. Значит, в обязательном порядке должны быть акты на исследование дна, но для чего это делается, чтобы не было посторонних предметов, ну обязательно. Ну, чтобы коряги какие-то камни убрать. Камни, коряги, там бутылки, стекло там и так далее, ну чтобы обезопасить людей, как говорится. Затем обязательно должны быть, ну, вывешены правила купания, это во-первых. Аншлаги какие-то. Да, аншлаги, то есть правила оказания первой медицинской помощи утопающим, затем температура воды, температура воздуха, это в обязательном порядке. Значит, в обязательном порядке ката-катные телефоны, это вот МЧС, медицинская служба, милиция, да, то есть это все должно находиться на стенде. А какие недостатки чаще всего вы выявляете при проверках пляжей? Ну, проверили уже все в этом году? Нет, не все, ну, на сегодняшний день у нас принято пока 39 пляжей. А уже 39, то есть на вчера было 32, сейчас 39. Буквально вчера, вчера принял за 5 пляжей, получается, у нас 39 пляжей на сегодняшний день, как говорится. Ну, в ближайшие дни на этой неделе еще будут приняты пляжи. А сколько всего у нас пляжей в Алтайском крае? В этом году у нас запланировано 55. 55 пляжей. По плану, по плану. А вы проверяете и бассейны, или только акватории, которые природные? Нет, бассейны мы не проверяем, потому что это не в нашу компетенцию входит, а вот именно что пляжи, которые на открытых водоемах, на реках и так далее. Ну, какие недостатки бывают, по которым вы можете не открыть пляж? Ну, как правило, это матросы-спасатели не обучены, допустим, к тому времени, к открытию пляжа, грубо говоря. Не проведен, допустим, также акт замера глубины и очистки дна тоже нет акта. Ну, как правило, они готовятся, и обычно к дню принятия все это проведено, все это готово. Вот у нас, ну, по крайней мере, я не знаю таких случаев, чтобы по тем иным причинам у нас пляж не открывался. Понятно. А в подводке я сказала, что 32 пляжа, а сейчас 39 пляжей. А какие еще проверку не прошли? Ну, это ряд районов. Ну, это, опять же, по мере того, что из-за погоды, во-первых, ну, во-вторых, тоже они готовятся к открытию. Ну, вот буквально на той неделе, наверное, тоже максимум пляжей будет открыто. Это несколько пляжей в Заринском районе, допустим, потом несколько пляжей в Рубцовском районе, это, ну, озеро Горькое Перешейчное. То есть, в основном, вот эти вот, а остальные, в принципе, Славгородская зона у нас открыта 100%, Сминогорский район тоже 100% уже открыты пляжи, поэтому вот остались. А в Барнауле, кроме острова Помаскин, что вы еще проверили, где можно еще купаться, забрать? Значит, у нас в Барнауле это остров Помаскин, потом Смертино, ну, он как бассейн, но он определён как пляж. То есть, вы его тоже проверили? Да, 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 он определён как пляж. И водный мир, вот у нас три пляжа, где могут загорать и купаться. А какая оптимальная температура для купания? Потому что, я думаю, сейчас вода холодная, сейчас вы скажете, какая, в принципе, сейчас вода. Часто ведь люди именно из-за холодной воды тонут, потому что там судороги какие-то случаются. Нет, как правило, да, это случается из-за холодной воды. Ну, будем считать, что температура для купания, это, ну, 18-22 градуса. Это нормально считается? Ну, даже не все могут выдержать такую температуру. Оптимально это считается 23-24 градуса. Вот при данной температуре возможно купание. А при 18 градусах тоже разрешается купаться, да? Ну, да, ну, то есть, ну, не все чувствуют себя комфортно. Некоторые зимой купаются, поэтому тут на каждого, как говорится, не распространяется это. Но оптимально это 23-24 градуса. А сейчас какая вода на данный момент? Допустим, где-то здесь у нас в акватории АБИ. Сейчас вот она где-то в пределах 16 градусов прогрелась. Ну, сейчас, если выглянет солнышко, естественно, она будет еще теплее. Ну, вот при 16-ти сейчас не рекомендовано купаться все-таки? Нет, конечно. Почему? Потому что, ну, особенно люди, ну, как, стараются зайти в воду быстро. А быстро заходить нельзя. Надо заходить постепенно, чтобы, ну, тело человека привыкло к данной воде. Ну, хотя бы к температуре. Вот, поэтому, если вот стоячий водоем, ну, там, да, действительно, там прогревается быстрее вода. Вот, а где течение, значит, там есть и 14 градусов. Если взять Катунь, то там и летом у нас, в принципе, температура воды низкая, поэтому... Ну, и купаются люди все-таки там тоже. Купаются. А вот кроме холодной воды, в чем еще основная причина происшествий на воде? Ну, среди детей, среди взрослых? Ну, среди детей, надо отметить, это, ну, будем говорить так, безламенность родителей. То есть, оставлять детей без присмотра, за ними надо постоянный контор. Если вы находитесь даже на пляже, то надо следить за своими детьми. То есть, не бросать, как правило, они забывают о детях, дети сами по себе, родители сами по себе. Поэтому основная причина это... Это что взрослые не следят. Да, да. Ну, а взрослые, взрослые, ну, основная причина, это, наверное, купание в нетрезвом виде. Ну, это у нас очень часто, наверное, происходит. Да, основная причина, будем так говорить. Ну, еще причина, ну, это кто плохо умеет плавать. То есть, он уверен, что он умеет, допустим, ну, хотя... Но он умеет в бассейне, наверное, плавать, да? Да, быками, хотя огорожено, допустим, да, место, где можно купаться, но все равно, тем не менее, что всякое бывает произойдет. Вот, допустим, ногу судороги свело человека, как правило, теряется, и даже если он умеет плавать, то, естественно, он может погибнуть. Угу, понятно. А на данный момент на воде в весенне-летний период еще никаких происшествий не происходило, вот по данным, по-вашему? Ну, у нас на сегодняшний день, так будем говорить, пока, не пока, к счастью, к счастью, неспокойно. Два человека у нас уже погибло. Вот, ну, это, опять же, находились в нетрезвом состоянии. Тоже пошли уже купаться? Да, 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 купались, именно по... А так, с начала года, вот у нас, получается, 11 случаев, но это в основном рыбаки. Угу. Вот, купающиеся, вот, два человека пока на сегодняшний день. А по статистике, вот, если сравнивать с прошлым годом, то это, можно сказать, плюс, да, что... Ну, да, но это у нас уменьшение по сравнению с прошлым годом, но это вот сказалось, что именно по погоде, то есть за погодой, что холодная погода, еще прохладная, поэтому купающиеся мало очень. А давайте напомним, какие есть опасные места в пределах Барнаула. Ну, мы уже сказали, что у нас официально открыты три места, да, я так понимаю, на которых можно купаться. А где у нас люди купаются, но купаться там нельзя совсем? Ну, я бы сказал, что купаться нельзя во всех местах, которые не оборудованы как пляж. То есть это, получается, несанкционированные места, то есть там не изучено дно, берега и так далее и тому подобное. Поэтому купаться, в принципе, кроме как на пляжах, нельзя. Ну, место, где купаются, все, наверное, видели, это у нас на речном вокзале. А, да, на набережной. Да, речной порт, там набережная, они отдыхают и купаются. Это, ну, тоже опасно, почему? Потому что там и транспорт водный ходит, и течение там большое. Ну, и там очень глубоко, наверное, сразу. Да, там и глубоко вроде как. Ну, там знаки стоят, что купаться запрещено. У нас люди все равно же, они на это не смотрят. Вот, ну, я считаю, что и должно быть так. Органы местного самоправления, не только в Барнауле, а вообще в крае, значит, они знают, где у них люди купаются. Естественно, они должны там выставлять посты, выставлять аншлаги, что купание запрещено. Контролируют это все и следить за тем, чтобы у нас, как можно, меньше гибели было. Ну, вот кроме набережной, где еще у нас любят купаться, Барнаульцы, где категорически запрещено? Ну, не запрещено, вот сейчас у нас еще Пионерское, озеро Пионерское, значит, там люди тоже купаются, но сейчас они тоже готовятся вроде как к открытию, сделать как пляж. И это, ну, до сегодняшнего дня, вот, они просто там купались без, как говорится, согласования, без ничего. То есть, в принципе, это место тоже вы можете проверить и открыть его как пляж для купания? Да, да, то есть они сейчас готовятся, то есть подготавливают это место, вот, и если все будет готово, то он будет открыт как пляж. Ну, а пока там люди, если захотят, купаются, но без разрешения. А почему, по-вашему, люди вот игнорируют простые, но важные правила поведения на воде? Ну, в первую очередь, я думаю, что это самоуверенность, особенно если человек умеет плавать, значит, он думает, что если умеет плавать, это все, значит, он может купаться в любом месте. Умеет плавать, и, наверное, человек, который, не знаю, моржи, которые переплывают реки, или специалисты, которые, не знаю, разряды у которых есть. Да, получается, дело-то не в этом. У нас просто структура человека, грубо говоря, зависит от температуры воды. То есть один человек, ну, при температуре воды 8 градусов там может находиться 2 минуты. Комфортно, да, ему? Да, а другой человек может находиться 15 минут. То есть здесь вот зависит чисто структура тела человека. Вот, и поэтому, ну, еще одна структура, как говорится, это чисто, ну, вот, показать людям, что вот я какой-то, типа, вот вы боитесь, а я зайду и проплыву. То есть мне это все равно. Вот, поэтому это еще критерий влияет много. А бывает, что выходят, я не знаю, на лодках на каких-то, которые там протыкают, сдуваются, или мотор у них не работает, и тоже люди тонут, например? Ну да, ну вот сейчас очень распространены вот эти матрасы надувные, допустим, вот китайские, которые даже не резиновые, а обычные, вот детские, вот круги вот эти, то же самое я бы... Ну вот в Крыму, по-моему, ребенка унесло на круги куда-то очень далеко, неравно. Да, вот я бы призвал тоже людей не пользоваться этим, потому что если заплывает далеко, он, ну, может спуститься даже чисто под солнечными лучами, может спуститься. Если человек плохо плавает, то он может просто не доплыть. И спасатели, даже и будут спасатели, они просто не успеют. Ну, вы уже сказали, но вообще на всех пляжах будут работать спасатели. Не случится такого, что вот на данный момент человек вдруг тонет, а спасателей нет? Нет, на открытых пляжах, они почему, мы открываем пляжи, что есть 100% есть матросы-спасатели, которые обучены, которые имеют, ну, могут оказать первую помощь при утоплении, грубо говоря. Ну и количество спасателей зависит от площади пляжа. То есть если пляж маленький, то есть, ну, одного достаточно. Если территория пляжа большая, то... На Помаскине, например, сколько? Там, по-моему, два спасателя или три даже. А по каким признакам можно вообще понять, что человек тонет, и как быстрее оказать ему помощь, ну, если это не специалист? Или всё-таки нужно ждать специалиста? Ну, как правило, по мере возможности, если вы умеете хорошо плавать и видите, что человек тонет, ну, обычно люди начинают кричать, махать руками, там, и так далее. Вот если вы умеете хорошо плавать и знаете, как оказать, допустим, первую помощь, то, естественно, надо, ну, и вы, если не один, то попросить человека, чтобы он вызывал подмогу, будем говорить так, а самому попытаться спасти человека. Вот. Ну, и опять же, при спасении человека надо быть осторожнее. Почему? Потому что, ну, как утопающий, хватается за любую соломинку. И здесь так же, то есть, если вы к нему подплываете, он будет хвататься за вас, и, получается, в результате можете и вы утонуть, и он утонуть. То есть, здесь надо осторожно действовать. И взвешивать свои силы, да? Да, и смотреть, то есть, пытаться с человеком наладить связь, чтобы он не волновался обычно, когда начинает тонуть, и происходит тут волнение человека. Ну, он себя не контролирует уже человек, конечно. Конечно, понятно. И в завершении нашей беседы с вами дайте ещё несколько рекомендаций людям, чтобы они всё-таки были предостережены от беды. Ну, чтобы, я ещё раз хочу напомнить, что это не оставляли детей без присмотра, это первое. Второе, чтобы не перегревались на солнышке, потому что это влияет очень сильно, если человек перегреется и заходит в холодную воду. Вот. Ещё момент, чтобы вели себя адекватно на пляже, не употребляли спиртные напитки. Вот. Ну, и следили даже за, когда во время купания, чтобы там не баловались, там, не ныряли, там, подбрасывают друг друга, там, вверх и так далее. Потому что не только сам, а муж оказать ещё медвежью слугу рядом купающимся, то есть поранить ещё других людей. Ну, я надеюсь, что всё-таки у нас погода скоро будет тёплая и можно будет купаться. Какой прогноз, кстати? Обещают, по крайней мере, обещают, что она будет тёплой. На следующей неделе уже? Ну, на следующей не совсем. Ну, в июле. Ну, в июле, наверное, да. В июле, скорее всего, я думаю. Поэтому можно будет позагорать, покупаться, но при этом соблюдать всё-таки меры безопасности. Большое вам спасибо, что вы к нам пришли. А я напомню, что сегодня мы говорили со старшим государственным инспектором по маломерным судам, руководителем группы технического надзора ВКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» Николаем Шпетом.